Учебный корпус столичной средней школы номер 20 был построен в 1985 году. С тех пор ни разу не ремонтировался. Проблемы видны сразу. Крыша прохудилась, санузел протекает, подача тепла плохая. В школе обучаются 2800 учеников в две смены. Работают более 120 преподавателей. Классы перегружены, в некоторых по 40 и больше человек. В первую очередь нам необходимо отремонтировать крышу здания. А сам учебный процесс идет без боев. Если нам помогут с ремонтом, то все будет хорошо. На протекающую крышу и холод зимой жалуются и ученики. А преподаватели сетуют на то, что постоянная сырость и влажность негативно отражаются на здоровье детей. Участились случаи заболеваемости учащихся. В классах очень холодно, всегда капает вода. Куртку повесишь, а в конце учебы она порой мокрая, влажная от воды. Мы всегда мерзнем, постоянный сквозняк. Зимой вода стекает по стенам. Известь падает на одежду, на школьные принадлежности. Интенсивный рост населения в столице влечет за собой большие проблемы в плане инфраструктуры. Требуются сады, школы, благоприятные условия для развития детей. Для решения проблем мэрия и Министерство образования решили объединиться и уже запланировали ряд конкретных мероприятий. Специалисты заявляют, на сегодня в столице требуется построить 60 новых школ и 40 детских садов. В текущем году планируют создать в эксплуатацию 4 школы. На средства, кроме бюджетных, будут возведены еще 27 садов и ислей. Кроме того, одними из приоритетных станут проекты строительства жилья для учителей, а также строительство зданий пищевого комбината для обеспечения учащихся полноценным здоровым питанием. Образование – одно из самых затратных направлений, поэтому сегодня мы на месте, знакомимся с положением в школах. Наши специалисты уточняют, что необходимо изменить, в чем нуждаются образовательные учреждения. После осмотра 20-й школы рабочая группа приняла решение выделить на ремонт здания 100 миллионов тугриков. Нахтувшин, Адганбат, Аист, Монголия.